Друзья, у нас еще одна встреча. Представляйтесь. Вера Шойкина, управляющая директор банка Silicon Valley Bank, банк Садиконовой долины. Но это банк просто как обычный банк или инвестиционный банк? В чем специфика? Это коммерческий банк, который работает исключительно с венчурными фондами и с технологическими компаниями, у которых есть поддержка венчурных фондов. То есть, у вас нельзя открыть там счет. Можно открыть счет, именно этим мы при счете и занимаемся. У нас доля рынка 65% среди венчурных фондов. То есть, две трети всех венчурных фондов – они интеллигенты банка. И 50% доля рынка среди инновационных технологических компаний. Каждая вторая технологическая компания является клиентом Silicon Valley Bank. То есть, вы просто, я пытаюсь понять, вы обслуживаете их деньги так же, как, скажем, банки обслуживают деньги. Они не то, что одалживают у вас на инвестиции какие-то. Все вместе, да. То есть, это 300 инструментов финансово разработаны под нужды фондов и технологических компаний. Начиная с банковского обслуживания, кончая сложными, то есть, медведениями. А почему, например, у меня небольшой визы, у меня школа компьютеров. Портоп-компьютер-спонд, может быть, я слышал. И вот, скажем, у нас счет там Wells Fargo Bank. Почему технологическая компания, вот в составе половины, имеют счет с вами? Что вы такое делаете, что, например, Wells Fargo Bank не станет делать? Ну, первое, мы просто знаем нужды клиентов. Потому что мы, кроме технологической компании, мы никого не обслуживаем. Wells Fargo очень широкий спектр клиентов. Когда фокусируешься только на одной индустрии, нарабатываются связи, нарабатываются рекомендации, нарабатываются know-how, как предлагать, когда предлагать продукт этим компаниям. Вот, мы инновационные, это мой главный инструмент, это предоставление компаний технологических на ранних стадиях. Ведь мы обычно первый конкуртор, который дает деньги при продуктовом, при revenue компании. То есть, фактически, стартапы, компании узнают о вас через своих адвокатов, через тех, кто делает инкорпорацию, да? Да, через всех, да. То есть, вам не нужно сильно рекламировать? Да, в узких кругах вечерные. Я, мне кажется, видел ваше здание, когда по 101-му хайвее едешь, там, вот если ехать на юг, то справа будет отсюда. Да, но у нас несколько офисов, порядка 5 офисов в силиконовой долине, 3 в Лос-Анджелесе, в принципе, 30 офисов по Америке, во всех инновационных центрах, где есть университеты, куда инвестируют фонды, где развиваются инновации. Мы пытаемся быть ключевым игроком экосистемы, открываем офисы в Сиэтл, Осень, Новос. Так у вас, это, как сказать, вы давно в бизнесе, как вам? Да, да, 35 лет. Сколько индустрии, фактически, столько в бизнесе. Вот начали расширяться географически, открыли офисы в Англии, Китае, Израиле. Я конкретно занимаюсь всеми рынками, развивающимися. Ну, это же как другой мир, там же все законодательство разное, да? Да, да. Ну, мы не конкурируем с местными банками, мы еще компаниями, которые хотят открыться на американские рынки. Это самые продвинутые технологические компании. Я понял. То есть они могут быть в Израиле, у них бизнес в США, а ваш банк обслуживает их там и там. Да. А, это очень удобно. Да. Конечно, конечно. Ну что, спасибо большое. Не за что, мы очень рады. И, значит, я думаю, вас... Ребят, кому банк нужен, вот такой, значит, вы просто там в гугле найдете «Силиконвалыбанк». Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.